Всем привет, с вами Якимов Игорь. Не секрет, что существует много мест, где плохой прием мобильного интернета. И работать с таким интернетом или сложно, или вообще невозможно. И не обязательно из-за этого менять место своей дислокации. Или искать кафе, где работает сеть Wi-Fi. Для решения этой проблемы служит усилитель мобильного интернета BAS-2363 Connect Home. Практически это целый комплекс, состоящий из антенны и модема, который позволяет развернуть сеть Wi-Fi на 10 абонентов там и плохой мобильный интернет. Для этого вам понадобится только сам усилитель, симка с мобильным интернетом и любой USB источник на 5 вольт. В комплект к усилителю входит источник питания на 220 вольт, но можно усилитель подключить к повербанку или порту USB компьютера. Купить такой комплект можно практически в любом сетевом магазине электроники или маркетплейсе. Их список вы видите на экране. В описании под видео найдете ссылку на производителя, где вам помогут грамотно выбрать антенну для мобильного интернета. Это первое видео из серии роликов «Путешествуем с ноутбуком». В нем рассмотрим, как организовать рабочее место с ноутбуком или другим мобильным устройством в том месте, где нет ни нормального мобильного интернета, ни розетки на 220 вольт. В следующих видео расскажу, как на практике применить солнечные батареи, аккумуляторы, преобразователи напряжений. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить эти видео. Поддержите этот ролик лайком и репостом. Усилитель небольшой и его можно легко возить с собой. Он также занимает мало места на столе. В отличие от большинства усилителей мобильного интернета, данный усилитель не требует специальной установки и настройки. Установил симку в модем, подключил питание и через пару минут уже можешь пользоваться сетью Wi-Fi. Принцип. Подключил и забыл. В помещениях сеть распространяется на 20 метров, а на открытой местности на 50. Работает усилитель при температурах от 1 до 40 градусов. Данный усилитель может работать с любыми операторами мобильной связи. Рекомендуется применять специальные симки для LTE модемов, но подойдет и любая другая симка. Но при этом стоит обратить внимание, чтобы скорость и количество трафика удовлетворяли вашим потребностям. Модем работает сетями 3G и 4G. Обязательно проверьте, чтобы в тариф входила раздача интернет. Поворачиваем антенну. Снимаем крышку с модема. Вставляем симку. Симка у меня уже вставленная. Записываем все данные, которые есть под крышкой модема. Они нам пригодятся для дальнейшей работы. Закрываем крышку. Подаем на модем напряжение 5 вольт с помощью шнура USB. Он достаточно длинный, порядка 3 метров. Я подключаю усилитель к разъему USB компьютера. Вы же можете подключить его к повербанку или через блок питания к сети 220 вольт. Обращаю внимание на индикаторы на модеме. Верхний индикатор показывает, в какой сети мы подключены. Если горит голубым, подключены к сети 4G. Если зеленым, то к 3G. Средний индикатор показывает, что возможен обмен SMS. Нижний индикатор показывает, что работает сеть Wi-Fi. Подключаю компьютер к сети Wi-Fi. Название этой сети у нас есть. На модеме оно было записано как SSID. Вводим пароль, который также есть на модеме. Интернет подключился. Ставим усилитель на подоконник. Лицевую сторону с логотипом рэма направляю в сторону мобильной вышки. Вы можете к этой сети Wi-Fi подключить любое мобильное устройство. Модем может работать с 10 устройствами одновременно. Если вы не знаете, где ближайшая базовая станция мобильной связи, это не проблема. Ее можно настроить с помощью настроек модема. В строке браузера набираем адрес, который находится под крышкой модема. В моем случае это 192 168 8 1. Если у вас применен другой модем, то у вас может этот адрес отличаться. В графу пароль пишем по английски админ и попадаем в настройки модема. Нажимаем настройки. Система. Информация об устройстве. Чуть-чуть опущу экран, чтобы у нас все было видно. Грубо можно посмотреть мощность сигнала по столбчатому индикатору. Но лучше посмотреть настройки сети. Смотрим сила сигнала. У меня минус 74. Чем больше это значение, тем лучше. Но это значение отрицательное. И минус 74 лучше, чем минус 90. Еще более точно можно настроить по дополнительным параметрам. Такое же правило. Чем большее значение параметра, тем лучше. RSSE. Это показатель мощности входного сигнала. Хорошо, когда он больше минус 75. У меня он больше. SINR. Отношение полезного сигнала к шуму. Хорошо, когда он больше 13. RSRP. Показатель мощности полезного входного сигнала. Хорошо, когда он больше минус 90. И последнее это RSRQ. Показатель качества сигнала. Хорошо, когда он больше минус 15. При настройке антенны следует учитывать, что после поворота антенны нужно время, чтобы параметры установились. Для этого поворачиваем антенну на 10-15 градусов и ждем секунд 30. Фиксируем значение. Еще поворачиваем. Опять фиксируем. Выбираем направление с лучшим сигналом. И ставим антенну на стол или подоконник. Хотите еще улучшить качество сигнала? Вы можете антенну наклонять, вращать вокруг своей оси. Но в этом случае для крепления антенны придется применять штатив. Данный усилитель не приспособлен для установки на штатив. Поэтому крепление это нужно придумывать самостоятельно. При необходимости вы можете изменить пароль. Вначале задав текущий пароль, задав новый пароль и нажав кнопку применить. Также вы можете настроить пароль сети. Если вы их поменяли, не забудьте записать. В настройках можно ограничить количество подключаемых устройств. Я лично поставил два устройства. Это ноутбук и телефон. Заходим на speedtest.net и оцениваем скорость интернет соединения. Нажимаем go и наблюдаем. У меня получилось 21 мегабит загрузка и почти 11 мегабит отдача. И это является хорошим результатом. В помещении, где я нахожусь сейчас, и так хороший интернет. Чтобы получить реальные результаты по усилению мобильного интернета, я испытаю этот усилитель на природе, где будет плохой сигнал. Производитель заявляет, что усиление может составлять до 15 дБ. Поэтому я этот ролик продолжу на природе. Вот я выехал на природу. Вы видите море. Поют цикады. Это горный поселок. Горы. Но плохой интернет. Иногда даже спидтест не запускается. Но это не проблема. У меня есть антенна и мы будем ее испытывать. Вот я обосновал рабочее место. Вот компьютер. Посмотрите какое место занимает сам усилитель. Его можно положить в рюкзак, подключив к повербанку и сделать передвижную сеть Wi-Fi. И передвигаясь делать прямые трансляции. Я купил держатель для смартфона такой. Я думаю с помощью него можно поставить эту антенну на штатив. Вот сюда подключается штатив. На нее сверху крепится антенна и чтобы держалась сюда ставится распорка. Что получится я покажу в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. Сейчас включу раздачу со смартфона и посмотрим какой тут интернет. Вот я попробовал подключить ноутбук к сети смартфона. Он даже не хочет подключаться. Когда делал спид-тест на самом телефоне. Показывала скорость 0.41 в загрузке. Сейчас буду подключать антенну и проверять скорость. Вот я подключил к нашей сети. Полная шкала. Я сейчас буду делать спид-тест и покажу вам. Подключились к Wi-Fi мобильного интернета. Сейчас будем проверять скорость. Нажимаем Go и смотрим. Напоминаю, что при раздаче со смартфона у нас интернет вообще не подключался. Сейчас он работает в режиме 4G. Вот смотрим больше пяти. Это уже хорошая характеристика. Посмотрим сколько будет на отдачу. Отдачу конечно хуже. Запускаешь спид-тест несколько раз и каждый раз свое значение. Вот я поменял направление антенны. Давайте посмотрим. То есть тут уже загрузка чуть меньше. Зато отдача больше. То есть нам надо подобрать направление антенны, чтобы было и отдача и прием хорошие. Ну вот я бы так бы и оставил. Сейчас попробуем на YouTube как он запускается. Вот мой ролик. Запускаем. Давайте чуть-чуть отмотаем. Чтоб подгрузки не было. Вот как видите видео работает. Звук кондициаторов один закорочен. Звук идет. Изображение показывает. То есть YouTube можно смотреть. Сейчас диодный мост выпаяем. Напоминаю, что такой усилитель мобильного интернета RAM можно купить в любом сетевом магазине электроники или маркетплейсах. Список вы видите на экране. А это первый ролик из серии видео путешествовать с ноутбуком. Подпишитесь на канал, чтоб не пропустить новые ролики из этой серии. Поддержите это видео лайком и репостом. И до встречи в новых и старых видео.